Дорогой Иван, мне сегодня очень приятно поздравить тебя с твоим большим юбилеем. Я рад сегодня иметь честь поздравить с юбилеем Ивана Валентиновича Старикова. Ваня, дорогой, все впереди, опыт жизненный богатейший. Поздравляю тебя сейчас, когда тебе исполнилась круглая дата. Какие бы эпитеты я ни использовал, они не в состоянии описать эту глыбу, этого человечище. Добрый день, дорогие зрители YouTube-канала «Культура достоинства». У нас сегодня 16 августа и вновь праздничный выпуск. И сегодня мы отмечаем 60 лет Ивану Валентиновичу Старикову, нашему давнему знакомому, другу нашего канала, постоянному эксперту, директору в НИИ «Экология». Иван Валентинович Стариков часто бывал у нас, и вы прекрасно его видели. Мы не перестаем восхищаться масштабом его таланта, такого государственного деятеля, государственного управленца. Я часто брал на него интервью, и если это интервью проходило в его кабинете личном, то всегда над его рабочим местом висел портрет Петра Аркадьевича Столыпина. И это, мне кажется, не случайно. Это абсолютно подходит под самого Ивана Валентиновича. России очень нужны люди масштаба и государственного калибра, как Петр Аркадьевич Столыпин. Петр Аркадьевич Столыпин путешествует со мной из кабинета в кабинет, независимо от президентов, премьеров, генсеков. Это для меня образец государственного деятеля, который обязательно появится в России. И мы не запустим нашу страну в очередной круг исторической обреченности. Мы от всей души поздравляем Ивана Валентиновича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, успехов, его деятельности. Пусть все планы, мечты, надежды реализуются, обязательно воплотятся в жизнь. И самое главное, Иван Валентинович, не забывайте о своей семье, о своих родных и близких. Вот в этом сложном таком графике, который вы сами себе установили, такая работа 24 на 7. А сейчас слово друзьям и соратникам Ивана Валентиновича. У нас сегодня очередной трепетный юбилейный выпуск. И я с удовольствием представляю вам своего друга, коллегу 30-летнего нашего жизненного опыта, Ивана Валентиновича Старикова, который тоже сейчас будет переживать юбилейные муки, потому что есть некая странность в этой нашей общечеловеческой такой символической игре. Вчера еще не было 60-ти лет Старикову, завтра уже не будет 60-ти лет Старикову. А вот сегодня можно, нужно, с радостью, с задумчивостью, с трепетом найти те простые, правильные и справедливые слова, чтобы пригласить Ивана Валентиновича в наш отряд юбиляров августа 2020 года. Я хочу сразу же признаться, что Иван Стариков для меня человек уникальной судьбы, редких талантов и такого совершенно невероятного сочетания такой мальчишеской, полудетской, юношеской наивности и мощнейшего, такого интеллектуального волевого порыва. И это отражается во всех его жизненных проявлениях. То ли когда он бьется за пост мэра Новосибирска или за пост президента Федерации шахмат России, то ли когда он на хоккейной площадке, значит, понадев на себя эти доспехи псевдорыцарей, пытается забить шайбу в ворота оппонентов. Но хочу сейчас просто признаться, что Иван человек предельно надежный и в хорошем, в творческом смысле искренне увлекающийся. Не было ни одного разговора у нас с ним, не было ни одной практической задачи, которую бы Иван не погружался с такой мгновенной яркостью, яростью. Тут же начинал прорабатывать разные модели, разные платформы, наполняя их такими точными, такими важными деталями, частностями, и что приходилось удивляться и восхищаться, как это в нем все сочетается. Мне кажется, что тайна открыта в его выборе, юношеском выборе, когда он закончил аграрный университет и получил уникальную профессию, которой сегодня все эти годы следует безотказно и безусловно. Ученый аграрий. Вот это природная ученость и преданность родной земле, умение и желание стоять крепко на ногах, вопреки разного рода испытаниям и предательствам, и соблазнами, и наивным мечтательствам, полностью характеризует Ивана Валентиновича во всех его начинаниях. И в Министерстве экономики он поработал, и в депутатах он очень серьезно и активно проявил себя. Он человек предметно и решительно целеустремленный. И тогда, когда он всю Академию наук наших поднял с засиженных ученых стульев и табуреток и увлек их очередной грандиозной стратегией, возрождая Транссибов, тогда, когда он депутатствовал вместе с нами, разыскивая новый конституционный, нравственно-духовный пароль России, демократической, свободолюбивой, которая в высшей степени ценит человеческое достоинство как первооснова всех наших государственных устремлений. Я думаю, что у Ивана Валентиновича Старикова не только все впереди, но у него и есть хорошая корневая система его личной добросовестной биографии. И сегодня экология нашего родного, многократно загрязненного и предательством, и пошлостью, и подлостью, и бездумным утилитаризмом новых хозяев нашей природной среды тоже сейчас будет находиться под постоянным его пристальным вниманием, потому что, возглавив Научно-исследовательский институт экологии, он так или иначе провозгласил приоритет экологии души, экологии совести, экологии правды, экологии ума. Ваня, дорогой, все впереди, опыт жизненный богатейший, тебе приходилось увлекаться и ошибаться, но ты никогда ни на одном своем государственном посту, ни в одной своей личной ипостаси ты никогда не терял присутствие духа и уверенности в себе. Я хочу поздравить тебя, опираясь на великого нашего поэта, философа Федора Тютчева, который в творении, посвященном выдающемуся нашему дипломату Горчакову, лицеисту времен Александра Пушкина, такие строки сформулировал. И я в них вижу тоже тебя, с твоим прошлым, настоящим и достойным будущим. Счастлив тот, кому победа далась не кровью, а умом. Тот, счастлив тот, тот точку Архимеда сумел найти в себе самом. точку Архимеда Ивана Старикова находится в его душе, в его сердце, в его огромном, многогранно развитом разуме. И я горжусь, что у меня есть такой надежный соратник и прекрасный, преданный друг. Дорогой Иван, мне очень приятно тебя сегодня поздравить с твоим большим юбилеем, тем более, что мы ровесники, одногодки и разница в нашем возрасте всего два месяца. Я давно очень знаком с тобой и мне всегда нравилось тебе чувство справедливости, которое ты всегда отстаивал как в научных, так и в политических дебатах. Ты всегда хотел донести свою позицию до народа, продвинуть ее, добиться каких-то хороших, положительных проектов и получить результат. Я помню, как ты работал заместителем министра экономического развития. Я очень рад тогда был с тобой сотрудничать, будучи заместителем министра финансов. Сегодня ты главный эксперт страны по экологии, а это одна из самых важнейших ценностей наших, которая обеспечивает нам здоровую жизнь, здоровую среду. А сегодня здесь большие проблемы и тебе придется по-настоящему идти на амбразуру и очень много еще сделать, оправдать те ожидания, которые с тобой связывают на твоем нынешнем посту. Я надеюсь, что этот юбилей будет тебе интересен с точки зрения активной жизненной позиции, активной твоей работы. Так что у тебя в самом, что называется, разгаре жизни и много новых проектов. желаю тебе счастья, здоровья твоей семье. Надеюсь, увидимся и на моем юбилее. Счастливо! Ивану Валентиновичу Старикову. Уважаемый Иван Валентинович, дорогой Ваня, я поздравляю тебя сейчас, когда тебе исполнилась круглая дата, и я желаю тебе здоровья, счастья и, так сказать, всех достижений, которые представляются тебе желательными. И я также сам желаю тебе таких, так сказать, событий жизненных. Я выражаю свое глубокое уважение и ощущение ближести душ в нашей великой стране с учетом ее особенностей. Ваня, я рад. Мне предоставляется возможность пожелать тебе всего хорошего и пожеланий, прежде всего, для твоего самого достойного исполнения желаний. Я рад сегодня иметь честь поздравить с юбилеем Ивана Валентиновича Старикова потому что у нас в Костроме немало людей, которые его помнят. Это всегда была очень такая запоминающаяся личность. Ладно, срубленная, крепкая русская фигура, хорошее, красивое мужское лицо, умные, хитроватые глаза, великолепная реакция на различные события, остроумный, веселый, сложный, с очень богатой, на мой взгляд, внутренней жизнью. Это был один из самых интересных членов Совета Федерации от Костромской области. Я поздравляю этого замечательного человека, Ванечка, крепкости, духа тебе, здоровья, удачи. Ты замечательный человек, замечательный представитель великого русского поколения современного. У тебя должно все получиться, потому что у тебя все есть для того, чтобы оставаться серьезной, мощной фигурой на этом политическом небосклоне. Исполняется 60 лет Ивану Валентиновичу Старикову. Какие бы эпитеты я ни использовал, они не в состоянии описать эту глыбу, этого человечища. В России есть символы стабильности, например, Владимир Владимирович Путин. И президент Путин весьма успешно справляется с этой символической ролью. А есть символы нестабильности, и это в первую очередь Иван Валентинович Стариков. Потому что за один день он успевает сделать столько, сколько простой обыватель типа меня за месяц, а то и за всю жизнь. В 30 с небольшим он уже был символом либеральных реформ в сельском хозяйстве. В 40 с небольшим он эти реформы фактически завершил. Он успел стать не только большим политиком и крупным ученым, но и отцом нескольких семейств и другом нескольких сот самых блестящих людей страны и всего мира. Мне всегда было тяжело общаться с Иваном Валентиновичем, поскольку какую бы тему мы не затрагивали, выяснялось, что он владеет ей глубже и полнее, чем я. Кроме всего прочего, Иван Валентинович Стариков блестящий спортсмен. То, что меня всегда в нем восхищало, что время для спорта он находит в этой жизни всегда. И я бы сказал, во всем. Я думаю, что многими важными политическими процессами и свершениями не только реформами агропромышленного комплекса, а значительно более важными и масштабными мы обязаны Ивану Валентиновичу Старикову. Например, повышением пенсионного возраста, поскольку понятно, что если бы в 60 лет Стариков стал пенсионером, это был бы просто исторический анекдот. Поэтому все-таки решено поднять пенсионный возраст до 65, хотя я уверен, что и в 95 Иван Валентинович будет гораздо работоспособнее многих и многих молодых вместе взят или, скажем, посткоронавирусный карантин. Странным образом его введение совпало с назначением Ивана Валентиновича Старикова, директором Федерального научно-исследовательского института экологии. Поскольку именно Старикову Россия, а в ее лице все человечество решили доверить уникальный эксперимент. Что будет, если несколько месяцев не вмешиваться в природу? И под контролем Ивана Валентиновича были достигнуты действительно выдающиеся результаты. Насколько очистилась природа, мы все знаем. Ну что ж, впереди у Ивана Валентиновича еще почти столько же активной жизни. По еврейской традиции следует считать до 120, желать, прошу прощения, по еврейской традиции следует жевать до 120, но в нашу эпоху это уже маловато. Все-таки у нас биотехнологии, прелангация жизни и все прочее. Изобретаются в кратчайшие сроки вакцины, о которых вчера еще невозможно было подумать. Создаются препараты, которые качественно меняют цвет лица, но Иван Валентинович во всех тех вакцинах и препаратах не нуждается, ибо он родился в день извержения Везувия, Везувий передал ему значительную часть своей энергии. Его жизненных сил хватит на несколько поколений, поэтому желать ему до 120, это было бы неостроумно. Поживаем, соответственно, с новой традицией как минимум до 146. Дорогой Иван Валентинович, с тем, что ты всего почти в жизни добился, не достигнув ее еще середины, и дальше жизнь будет работать на тебя, и ты будешь форматировать ее строго под себя. Всегда твой Белковский. Субтитры создавал DimaTorzok